Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас ко второй главе первого послания Коринфянам. С точки зрения содержания между первой и второй главами практически нет никакого перехода, как, заканчивая первую главу, апостол говорил о том, что вообще по-настоящему важно только то, что Христос умер за нас на кресте, и мы проповедуем Христа распятого. И именно в нем, в распятом, говорил апостол Павел в конце первой главы, вы и обретаете значение, смысл, силу. И вот дальше он продолжает говорить о том же самом, что и я пришел к вам, не в превосходстве слова или мудрости. Он, видимо, имеет в виду свою первоначальную проповедь, да и потом свое учение и наставление в коринфской общине, потому что, по-видимому, после основания он там жил год полтора примерно, а то, может быть, и больше. И вот он говорит об этом, «Я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятого». Видите ли, ведь апостол Павел был весьма образованным человеком. Он прекрасно знал иудейское богословие, был фарисеем, получившим соответствующее образование, и, судя по встречающимся иногда цитатам из древнегреческих литераторов, в культуре грекоязычной тоже ориентировался вполне свободно. Когда он говорит, «Я положил прийти к вам незнающим ничего», для этого у него есть серьезные основания, эти слова много означают. Он говорит о том, что и в конце первой главы, и здесь в начале второй, что он приходит проповедовать о Боге, проповедовать об Иисусе Христе не в премудрости, не в глубинах философских построений логических, красивых, сложных и изысканно сформулированных. Нет, он говорит, «Я знаю только, что Бог умер за нас на кресте, я положил прийти к вам незнающим ничего, кроме Христа, и притом распятого». Вот только это для него важно, то, что Бог страдает. То, что Бог страдает в людях, вот в этих несчастных, бедных, слабых и ничего не значащих коринфяных, как он говорит об этом в конце первой главы. «Вот я рассудил, быть у вас ничего не знаю, кроме распятого Христа, кроме того, что Бог стал человеком и в человеке страдает». И, в общем, дальше Павел говорит, что вера ваша, поэтому, утверждается не на мудрости человеческой, а на силе Божьей. Это действительно чрезвычайно важная вещь, понимаете. За две тысячи лет, прошедших с тех пор, мы, конечно, накопили огромный багаж разнообразных знаний, опыта, мудрости и всего-всего-всего. И поэтому, если и приходим друг к другу, приходим знающими тонны всего самого разного. Мы погребены под этим чрезвычайно глубоким, сложным, красивым, прекрасным, важным и так далее наследием. И сбросить с себя этот груз для нас чрезвычайно трудно. Поэтому так важно для нас услышать Павла. Вот Павел, великий апостол, рождающий христианские общины на ровном месте. Он приходит, не зная ничего, кроме того, что Бог стал человеком, был распят и умер, и страдает с нами. На самом деле, все остальное факультативно для нашей веры, для нашей жизни. Когда оно есть, это прекрасно, когда нет, тоже не страшно. Вот снова, как и в первой главе, для Павла здесь очень важно достучаться до коринфян, чтобы сообщить им, что надо различать важное и второстепенное. Надо различать то, что сущностно, без чего невозможно обойтись и быть христианином, и то, без чего обойтись можно. И вот первое и единственное, без чего нельзя обойтись, это распятый Иисус. Я положу к вам, прийти к вам, не знающим ничего, кроме Христа, и притом распятого. И причем это касается богословских построений, объяснений, проповедей, свидетельств. Но еще больше это касается самой жизни, того, как мы живем, как устроены наши отношения друг с другом. Понимаете, что мы видим друг в друге, в жизни людей, которые рядом с нами, потому что мы очень легко реагируем на разные чужие ошибки и оцениваем их. А вот видеть страдающего Христа в других людях для нас очень трудно. А Павел тоже, он приходит в этот Каринф, не знающим ничего, не знающим того, что в этом городе процветают разные полукриминальные способы зарабатывать на жизнь, не знающим того, что в этом городе, этот город славится на весь тогдашний мир своими свободными нравами и какими-то малоприличными формами поведения. И ничего этого он не знает. Он не знает, понимаете, как эти Каринфини плохие не ископали, и какой молодец тот, кто их будет спасать. Нет. Он знает только, что вот это люди, за которых умер Христос. И если бы мы могли так тоже, понимаете, смотреть друг на друга, вот это не просто какой-то персонаж с большим количеством ошибок, недостатков или пользы, или корысти, которые я могу в нем иметь. Это человек, за которого умер Христос. Вот что тоже означает слова Павла «прийти не знающим ничего, кроме Христа, и притом распятого, чтобы вера ваша утверждалась на силе Божьей». Речь идет именно об отношениях людей друг с другом. И дальше вторая половина, 2 главы 6 стиха, апостол говорит о том, что на самом деле вот эта встреча с распятым, понимание, ну если это вообще можно назвать словом, понимание, понимание сердцем того, что Бог совершает на кресте, это дается Духом Божьим. Это не может быть дано разу, это невозможно придумать, это дается Духом Божьим. Действие Святого Духа в людях, в первую очередь, приводит к тому, что мы склоняемся перед крестом, мы полагаем приходить друг к другу, не знающими ничего, кроме Христа, и притом распятого. Вот, собственно, в разных формах именно это апостол и говорит во второй главе. «Мы проповедуем премудрость Божью, то, что Бог открыл Духом Святым, Дух, который проникает в все глубины Божьи, не в человеческой премудрости словами изученными, а изученными от Духа Святого». Он говорит о том, что на самом деле, понимаете, люди могут быть движимы разным образом. Что центр личности, что определяет поступки, что руководит нравственным выбором. Вот эти слова Павла про душевного и духовного человека, которые, ну, к сожалению, довольно часто мы понимаем, скажем так, не идеально, да, не самым лучшим образом. Что он называет душевный и духовный? В первую очередь для Павла здесь важно, кого слушается личность в своем нравственном выборе. Духа Божьего, и тогда это человек, который движим Духом, в котором властвует Дух, самая, может быть, сокровенная часть личности, либо более физиологичными какими-то уровнями личности, например. И это Павел называет душевным. Дело, таким образом, не в природе, а именно в том, что главное, кто главный, вот в иерархии ценностей. И апостол говорит о том, что вот переживание того, что Христос в центре, понимание этого – это и есть тот дар Божий, тот дар Духа Божьего, проповедь Духа Божьего в наших сердцах. Для того, чтобы мы поняли, что самое главное и единственное вообще значащее – это то, что Иисус распят, для этого нам необходимо услышать Духа Святого и открыть Ему свои умы и сердца.